Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сен-Гейтс продолжает свои программы. Сегодня на календаре красный день, 7 ноября, вас всех с победой в Великой Октябрьской социалистической революции. Тема у нас правда не эта, а тема у нас другая, и как всегда по понедельникам в этот час. Кстати, мы перешли на зимнее время, поэтому разница с Москвой у нас уже не 8 часов, а 9 часов. В Чикаго 11 часов утра, на западном побережье Сан-Франциско и Лос-Анджелес только 9 часов утра. В Москве уже сколько? 8 часов вечера. Ну и по голосу мы узнаем Анастасию Хрущинскую, которая по понедельникам ведет совершенно замечательную программу, которая называется «Путь йоги». И гостя, которого она представит тоже сама, Настя. Здравствуй. Здравствуйте, Миша. Мне так нравится ваш мудрый настрой прямо. Да, конечно, конечно. Слава октябрю, можно сказать, да, сегодня, хотя ноябрь на календаре. Действительно, мы перешли на зимнее время в США. Вчера у нас перевели часы. У меня сейчас 9 утра, по-прежнему в Москве 8 утра. И я с радостью до 8 вечера. Как вы меня взбодрили, что я и Москву на наше время перевела Тихоокеанская. И сегодня в эфире я с программой «Путь йоги». У меня сегодня в гостях Роман Косырев. С Романом мы познакомились в прошлый понедельник. Роман, добрый вечер ещё раз. И я бесконечно благодарна и признательна вам, что вы согласились провести со мной ещё один эфир, потому что тем очень много, очень много интересных. Очень хочется людям рассказать как можно больше. И сегодня мы поговорим о местах Будды в Индии. И это Роман мне предложил такую вот беседу, и я загорелась невероятно. Потому что, я признаюсь честно, сама не очень в вопросе. Поэтому я буду сегодня полагаться полностью на авторитет Романа, который уже неоднократно бывал в местах Будды в Индии. И я буквально пару слов скажу для наших радиослушателей, кто такой Роман, чем он занимается. Тот, кто не слушал нашу прошлую передачу, чтобы им было, в общем, понятно. Роман Косарев, он преподаватель йога-центра ОМ. Практикует йогу уже около семи лет, пять с половиной из которых преподает. Роман только что закончил как раз тренинг по випассане. Мы как раз прошлый понедельник об этом говорили. Мы сейчас у него спросим, как у него впечатление. Вообще интересно, потому что я прям переживала вместе с его, с участниками его группы. Также Роман сертифицированный преподаватель Международного йога-алианса. Он регулярно проводит семинары, как я уже сказала, проводит випассану, является тренером випассаны и организует туры в Индию. И как раз, я насколько знаю, Роман буквально через три дня отправляется по местам Будды. Но сейчас он все подробно расскажет. Роман, добрый вечер еще раз. Доброго вечера. Да. А как у вас випассана прошла? Знаете, неожиданно прошла. Интересно и неожиданно в плане того, что много впечатлений от участников таких позитивных. Потому что люди собрались все разные, с разной степенью подготовки. И очень много было начинающих, людей, которые ни разу вообще о йоге не слышали. Вот как о чем мы говорили в прошлый раз. Позвонили, приехали, сидели, терпели. Но один человек, даже там девушка, она поделилась своим переживанием, вспомнила одну из прошлых жизней свою. То есть вот так все серьезно. И много было опытов. Самое главное, что много было... Много людей получили дополнительную мотивацию к развитию. То есть вот это больше всего придает силы уже нам, как преподавателям. И силы, уверенности в том, что мы, в принципе, действуем правильно и будем продолжать этим заниматься. Это очень здорово. Спасибо большое, что делитесь с нами такими замечательными вещами. И теперь, ну, вернемся, так сказать, обратимся к теме нашей сегодняшней беседы. И Будда и Индия. Насколько я знаю, что Будда, место рождения Будды, да, вот это не в Индии, да, но вы ездите по индийским местам. И вообще, как идея этого тура у вас образовалась? Почему туда вот? И какие места вы посещаете? Ну, в общем, рассказывайте. Все. Я первый раз туда попал полтора года назад. Это был, значит, январь 2014 года. Причем тоже, вот как и Випассана, я вам рассказывал в прошлый понедельник, я не думал, что я буду преподавателем Випассаны. Также и с туром в Индию. Я не знал, что я туда поеду. Так вот сложились обстоятельства, что мне предложили поехать по местам, силы. Я, конечно же, согласился и поехал вот с клубом Омру, соответственно, по местам Индии и Непала. Вы сказали, что Будда родился не в Индии. Нет, он родился в Лумбине. Тогда, сейчас эта территория Непала, но тогда это была вот там около двух с половиной тысяч лет назад территория Индии. А если уж говорить так, рассматривать глубже, то род Шаки, из которого Будда, наверное, не совсем так корректно будет говорить, потому что Будда это уже его, это такое понятие, когда он уже пробудился, то есть достиг просветления. А до того он был принц Сиддхартха, то есть сын царя Шудхаданы, одного из правителей. Некоторые их называют кланы, некоторые еще как-то. Очень много, на самом деле, непонятностей. Но что нам дают, то мы читаем и как-то пытаемся в этой информации разобраться. Можно я свою непросвещенную реплику вставлю для тех, кто людей, кто не знает, как Будда родился и не готов погружаться сильно в буддистскую философию, можно прочитать роман Германа Гесса Сиддхарна. Посмотреть для начала. Ну, да, например, сильно посмотреть, да, так для нас, в Кали-Югу, для простых людей, например. Да, я прошу прощения. Мы сегодня не будем погружаться в буддизм, в религию, потому что нет смысла, а будем разговаривать о Будде как об исторической личности. То есть, потому что именно с точки зрения истории это очень интересно даже, потому что очень много там и мистики, и всего интересного. Так вот, попал я туда, конечно же, были определенные осознания во время поездки, определенные опыты. И причем пришла определенная энергия, там, когда перемещались мы уже по Непалу, я вот помню, сидел я в автобусе в этом нашем, который группу перевозил. И пошла энергия определенная, которая дала возможность, дала толчок к одному проекту большому. То есть, наш клуб выходит, ну, стараемся мы его продвигать и на англоязычных порталах, у нас и сайт тоже англоязычный есть. И вот тогда запустился, ну, можно так сказать, пришла основная энергия, по крайней мере, ко мне, чтобы продвигать на переводы, там, лекции, статей с нашего сайта основного о умру на английский портал. Ну, то есть, действительно, такая энергия, там, сильная в разных местах, и каждое место по-своему интересное и запоминающееся, конечно же. С чего начнем мы, как мы будем дальше? Ну, сначала мы будем начинать. Как у вас, собственно, с чего начинается тур, который вы проводите, да, и почему первое место, вот, то есть, это, как я понимаю, в Варанасе, да, вы сначала едете? Да, у нас тур, именно вот тот тур, который мы проводим, он начинается с Варанаси, раньше это был город Бенарис, ну, или Варанаси, это, в принципе, неважно. Раньше это называлось город Бенарис, царство Каши, очень было просвещенное царство, там жили мудрецы, очень много было школ, известных институтов, так называемых, университетов, то есть, продвинутые люди там жили, очень богатое царство было. Так вот, едем туда, потому что там, недалеко от самого города, есть пригород, так сказать, Сарнатх, который, в котором есть парк, Олени парк он называется, или парк, там, Маригадава, в котором Будда прочел первую свою, вот, знаменитейшую проповедь о четырех благородных истинах. То есть, когда вот он достиг просветления под деревом Бодхи, о чем мы поговорим чуть позже, он пишет... Собственно, дерево Бодхи же тоже там где-то, недалеко от Варанаси находится, то есть у вас там сразу нет? Нет. Дерево Бодхи находится в шести или восьми часах езды на транспорте до Варанаси. Так вот, там он прочитал самую известную его проповедь о четырех благородных истинах, о том, что существуют страдания, есть причины страданий, их можно избежать, эти страдания, есть путь определенный, который выражается там восьмеричном благородном пути определенным. И это место, там развалины монастыря или монастырей, то есть есть определенные развалины, стоит ступа Дхамек, которая еще сохранилась, и там мы знакомимся с участниками, делаем небольшую кору, так называемый обход вокруг места священного, и едем дальше уже, едем в Бодгайю непосредственно. Ну, Бодгайя, Бодгайя это круто, как если... Знаете, один компетентный человек, которому я очень доверяю, сказал, что круче дерева Бодхи нету ничего, ну, в плане мест, то есть там действительно в Бодгайе энергия очень спокойна. В некотором смысле все, около дерева Бодхи, все получают просветление, да, и мы получаем как раз частичку Будды в себя. Он у нас и так есть, в общем, внутри нас, но просто мы это начинаем лучше гораздо осознавать. Можно так сказать? Будда внутри нас есть такая концепция, что в каждом из нас есть природа Будды, то есть мы, по сути, свои просветленные, просто из тех внешних оборачений не можем этого вспомнить, не можем пока дойти до сути самого себя. Поэтому пока барахтаемся в этой сансаре и получаем наслаждение, так сказать. Но дерево Бодхи, чем оно примечательное, чем примечательный этот город... Раньше он назывался город Гая, а Бодхи, это уже Бодх Гая, добавилось, когда непосредственно события все произошли, уже начали называть Бодх Гая. Так вот, там спокойствие под этим деревом Бодхи невероятное, а это, ну, чтобы обрести спокойствие в современном мире, нужно очень хорошо постараться. И таких мест очень много, конечно же, но вот там оно, в частности, достаточно серьезное. Хотя там суеты очень много, то есть, когда мы туда приезжаем, по крайней мере, вот в прошлом году ребята, ну, так называемые ребята, из паломники из Юго-Восточной Азии, из разных монастырей, из разных стран приезжали, там какой-то праздник намечался, мы на него не успели, слава богам, потому что невероятное просто количество народу, и там не протолкнуться. А нам повезло как раз позаниматься, когда еще народу было немного. И практики, практики совсем по-другому идут. Бывали случаи, когда люди совершенно неподготовленные, впадали, так сказать, в медитацию, уходили, впад массы, не сидели по несколько часов, ну, практически без подготовки. То есть, насколько аура этого дерева дает возможность почувствовать энергии и спокойствие, ну, и обрести некую силу даже и мотивацию к дальнейшему. Поэтому у нас, например, тур называется «Практика», в местах Будды именно практика. То есть, мы, в принципе, едем заниматься практикой, не просто ходить, гулять по местам, а именно практиковать. Потому что другие у нас еще места есть. Там вот смысл такой, тура, что от Бадгая, недалеко от Бадгая, там нескольких десятков, по-моему, километров, есть одна пещера, пещера Махакалы. Там гряда огромная, скальная гряда. И вот есть там одна пещера, в которой, по преданию, Будда как раз провел самые свои тяжелейшие аскезы. То есть, когда он сидел, ну, ничего не ел. То есть, вот самое, что ни на есть, аскетичная аскеза. Он там испытывал, вот, завершающие свои этапы, уже шестилетний, хотя есть, кто-то говорит, что шесть лет в каких-то писаниях описано, кто-то говорит, что семь лет он занимался аскезой. Причем, стоит, наверное, тогда сказать, зачем он занимался. Ну, аскеза, понятно, это когда человек, в частности, вот несколько слов о его аскезе, аскезах, точнее. Начну с того, что жизнь у него была, так сказать, не мед, а круче меда. В общем, самый сладкий сахар, мед, воение, в общем, все, что... Тече молоко, в общем. Да, самые сливки, самые вкусные. Была такая у него жизнь, потому что отец его, царь Шудхадана, когда узнал при рождении Будды по... Через, точнее, своих мудрецов о том, что у его сына, в принципе, два пути. Либо он пойдет по пути, так сказать, правителя, вселенского правителя, причем не простого, какого-то царя и предводителя клана или царства, а вселенского правителя, так называемого Чакравартина, то есть правителя мира, властелина мира. Это определяли мудрецы по знакам на теле. Ну, как у нас есть же там всякие диагностики, правильно, по рукам, по глазам, по разным родимым пятнам и прочее. Также и мудрецы определили по нему, когда он родился, по телу. И второй путь, это путь Татхагаты, то есть путь учителя-учителей. Это вот, знаете, я когда первый раз или услышал, или прочитал слово Татхагата, у меня мурашки по телу побежали. То есть, и причем хоть это санскритское название Татхагата, но оно переводится на русский как так пришедший. Так пришедший. И если мы разберем на два слога Татхагат, то есть Тат и Хагать, Шагать, это в принципе взаимозаменяемые буквы. Это в самом начале, точнее, можно сказать, добавить такой момент, что род Шагев, о чем я хотел сказать в самом начале, в принципе, по некоторым данным, по которым даже Далай-Лама это сказал, они вышли из верховья Днепра, то есть территории приблизительно современной Украины. это был я не хочу есть мнение, что это были славянские роды. Саки, возможно, вам знакомо такое название. Саки, Шаки, это в принципе тоже все вот эти буквы в русском языке, они трансформируются, хорошо переходят. Соответственно, есть такое мнение, кому-то, конечно, оно очень невыгодно, но очень данных так интересных много. Так вот, они вышли оттуда и шли-шли, у них были, соответственно, по определенным причинам они передвигались, но вернемся к Татхагатам. Значит, два пути ему выбрали, ну как, не выбрали, а предсказали, что ему либо туда, либо сюда. И царь, когда услышал, что он станет аскетом, мудрецом, и не будет царствовать. А что, как-то папа не хотел такой судьбы своему сыну. Категорически, он был против, он сказал, что мой сын будет продолжателем рода Кшатриев. Царем царей, в общем, да, понятно. Конечно, конечно. Папа, было хорошее эго, вот, и он ему устроил такие условия жизни, что Буде ничего не оставало, ну, Сиддхархе, ничего не оставалось, как наслаждаться. То есть, он наслаждался до 28 лет. До 28 лет он жил в раю, ну, как в раю. То есть, у него было несколько дворцов, один там на период дождей, другой дворец там на летний период. У него были постоянные, в общем, песни, пляски, хороводы, прислужницы, танцы, жена у него была. В общем, все хорошо. Все лучше. Но в итоге карма, она все-таки знает, куда ей надо прийти, кому и когда. И внутренне принц начал понимать, что что-то здесь не так. И случилось несколько событий, которые позволили ему уже задуматься о глобальных величинах. Он попросил своего возничего несколько раз выехать в город, потому что царь его, в принципе, не пускал никуда. Ну, так ему устраивал все во дворце, чтобы принцу не было даже возможности подумать о том, что есть что-то за стеной его дворца, за стеной угодья, где он жил. То есть, представьте, даже опавшие листики все собирались по ночам, все увядшие цветочки подрезались так, чтобы он не видел вообще никаких страданий, чтобы у него не возникало связи между тем, что что-то может портиться, что-то может болеть, что-то может тем более умирать. Он не видел смерти, не видел болезни вот все 28 лет. Вокруг него всегда были молодые слуги, то есть процессы вот этих человеческих обычных он не наблюдал. Но есть такая версия, что вмешались боги, боги непосредственно Брахма, непосредственно Индра, то есть боги такое слово, конечно, возможно, не каждому оно будет, так сказать, по душе, но под этим мы подразумеваем определенные энергетические величины, которые поддерживают некий баланс во Вселенной. То есть есть природные какие-то элементы, есть ветер, есть солнышко, есть водичка, есть воздух, есть там много чего есть. Земля. Есть земля, да, слава предстоит. И этим кто-то управляет, по-любому, этим кто-то управляет. Не может быть такого, что все в кавардаке, в постоянном. Нет, конечно же, все, да это мы можем наблюдать, если мы будем внимательными к природе, мы можем наблюдать, что все процессы в мироздании, они управляемы, все абсолютно. Так вот, спустились определенные властители, так сказать, над некими процессами и разыграли такую многоходовочку. Они подстроили так, чтобы Сиддхартха, проезжая по городу, он увидел старика, то есть его там встречали, причем царь строго-настрого запретил подходить ближе на несколько десятков сотен метров пожилым, больным и прочим. Но Брахми, как говорится, все под силу, он пробрался и показался, попал под взгляд принца. Ну, тот, конечно же, сначала не понял ничего и, так сказать, смутился, поехали домой, начал задавать вопросы возничему своему к хандеке. Чанна, чанна, да, к хандеке это его лошадь. Так вот, возничий сказал, что да, есть такое вот старение, представь, мой принц. В следующий раз, когда они выходили, он увидел процессию похорон и тоже начал спрашивать, что это такое. Ему сказали, что существует смерть, мой принц. И потом он увидел нищего и потом уже все у него пазл определенный сложился. Он понял, он осознал, что все не так-то просто. И в этом мире существует страдание, в этом мире существует смерть, лишение определенное, то есть ограничений очень много в этом мире. То, что он жил вот в этих иллюзиях, это для него было шоком, конечно, когда он узнал эту информацию. Ну, на тот момент у него был очень маленький сын, практически новорожденный, молодая жена, но это не помешало ему. Из Капилаваста есть такое сейчас на территории Непала, руины сохранились дворца в Капилавасту городе, мудреца Капилы, уйти ночью в лес. И, соответственно, после этого началось его шести- или семилетнее странствование, которое происходило по джунглям, где были представьте две с половиной тысячи лет назад джунгли в Индии. Есть мнение, что там они были такие густо населенные не только мудрецами, что, в принципе, тоже по писаниям так и было. Там очень было много мудрецов, аскетов, они занимались самосовершенствованием, немножко другие были времена, нежели сейчас у нас. Но также было много очень ядовитых насекомых, хищников и прочего. Но это ему не помешало, он пошел уже вот от Капилавасту ближе к Бадгайе. И вот пока он ходил, точнее шел, он занимался разными практиками самосовершенствования. Он нашел двух учителей, которые дали ему учения о йоге, непосредственно медитации различные. Он начал заниматься медитациями, но у него опыты быстро пошли, и он, так сказать, мгновенно, практически сразу перерос своих учителей и понял, что они ему больше ничего дать не могут. а то, что он получил, ему этого недостаточно. И тогда он начал сам уже изнутри себя, вот, возможно, даже принимая, применяя практику випассаны, потому что считается, что он ее как раз и передал своим последователям, потому что она была максимально эффективной для него. Ну, конечно же, там было много всего гораздо глубже практик, но випассана одна из очень эффективных методик, которые он передал. Так, вот, 6 лет он ходил и дошел до пещеры Махакала. Там он просидел несколько, некоторое время, тогда он уже вообще ничего не ел. Представьте, что, представьте тело, обтянутое кожей, просто вот тело и кожи, и кости. Вот считается, что до таких параметров он себя довел аскезами, то есть это были дикие аскезы, причем есть мнение, что его рост был, если я не ошибаюсь, 32 локтя в высоту, 32 локтя человеческих средних, то есть это от пальцев до локтя расстояние, то есть больше 3 метров в высоту был его рост. У него плечи были тоже огромные, то есть это вообще один из признаков как раз и либо Татхагат, либо Чакравартина. Вот возможно вам попадалось, ну невозможно, я уверен, что вам попадался такой персонаж, как Рама. Слышали про Рама? Конечно, да. Слава Раме, слава Вишну. Так вот, считается, что Рама как раз он был Чакравартиным. Он какого-то вообще невероятного роста был, Рама считается. Так вот, они в принципе одного роста, вот тело Чакравартина и Татхагаты, оно по параметрам одинаково. Просто у них разные цели и задачи на воплощение, поэтому они занимаются немного, идут разными путями. Но параметры тела у них одинаковы. Это сделано для того, ну как сделано, так вот, проявляется для того, чтобы никакая там, так сказать, моська, которая на слона может потявкать, она даже не подумала на него тявкать, потому что бессмысленно. Хотя Равана пытался, пытался. Вот Равана гавкать на Раван. Так вот, возвращаясь к Махакале, там он сидел, причем расскажу вам в прошлом году, как раз в этой пещере одна женщина ездила с нами из Екатеринбурга, уже взрослая достаточно, вот она получила там тонкий опыт, когда мы пели мантру, то есть мы залезли, там есть возможность засесть в эту пещеру, но она небольшая, правда, но вот нашей небольшой группой можно туда залезть и если народу не так много приезжих еще, попеть мантру некоторое время. Нам в прошлом году вообще дважды удалось посидеть там и попеть мантру. Первый раз недолго, там минут 15, а вот второй раз мы хорошо попели и там невероятно, конечно, звучит мантра Ом. Так вот, женщина вспомнила свою одну из прошлых жизней, когда она была именно там, то есть она ее рассказала, описала, это у нас даже на сайте выложено, вот вспомнила, то есть такие опыты приходят. Я вообще слышала такое мнение, что люди не случайно попадают в такие места, то есть они каким-то образом либо в прошлых жизнях, если мы принимаем теорию реинкарнации, то есть они каким-то образом с этими местами так или иначе связаны, поэтому, в общем, тут неудивительно, я думаю, что точно так же могу про свой собственный опыт, например, в городе Пушкаре в Индии, у меня было абсолютное ощущение, что я там жила, вот, и когда я стала рассказывать своим друзьям об этом, и группа, с которой мы были вместе в Индии, они сказали, да ты точно тут жила, мы вот тебя видели там, вот, поэтому я понимаю, что мы в такие места попадаем абсолютно не случайно, это действительно нас они зовут, они нас призывают, это огромное счастье, что у нас есть такая возможность, конечно. Да, конечно же, причем, знаете, смотрел я как-то давно, еще я не занимался ни йогой, ни саморазвитием каким-то. Там еще пытность, когда вы барменом были, да? Мультик один есть, «Кангфу панда». Да, замечательно. И там учитель, по-моему, черепаха вроде, в образе черепахи, или кто там, не важно. В общем, учитель этому панде сказал такую фразу, случайности не случайны. И вот она у меня с того момента очень так запала глубоко, и действительно случайности не случайны, их просто не существует в природе, по большому счету. Все обусловлено определенными процессами. Так вот, после того, как он довел себя, если мы возвращаемся к аскету, к гаутаме, его еще так называли, аскет гаутама, потому что у него род по матери гаутамы, мудрец такой, основатель рода гаутама. Так вот, он когда уже обессилел полностью, он вышел из этой пещеры, спустился, она на холме находится, там достаточно крутая горочка, спустился к реке Нейранджара, упал в нее, ну, представляете, там трехметровый такой скелет обтянутой кожи плывет по реке, в общем, сил у нее не было совсем, сопротивляться ни ветру, ни воде. и есть несколько версий, но по одной из версий, самой распространенной, одна девушка, она несла кому-то или своему отцу, она несла там еду какую-то и увидела вот такое чудо, плывущее по реке, его, точнее, тело прибило уже к берегу, вот она его первый раз накормила, по-моему, там, рисом с молоком, ну, что-то, какой-то молочной кашей накормила, и тогда он уже более-менее воспрял, то есть он почувствовал, что можно дальше двигаться, и вот тогда еще вот есть такой момент, проплывали мимо, ну, тоже разные есть интерпретации, ну, проплывала лодочка, на которой учитель музыки обучал там своего ученика музыки, и вот он говорит, если струну натянуть очень сильно, то она порвется, если струну не дотянуть, то она не будет звучать, и вот в этом заключается принцип золотой середины, вот тогда Аскет, он, до него, так сказать, дошло, он осознал вот этот принцип золотой середины, что если мы впадаем в крайности, то, по большому счету, ну, не то, что ни к чему хорошему не приведет, но уведет в сторону, может увести надолго и далеко, и все-таки какой-то середины необходимо придерживаться, вот это такое, его первое, главное, осознание очень важное пришло, ну, и потом, так как он уже вот понял вот этот момент, уже мог двигаться, потому что его покормила эта девушка, Суджата ее звали, вышел, пошел искать дерево, именно дерево, и вот дошел до места, где сейчас, по преданию, находится... Акхая. Да, дошел до этого местечка, где было дерево, и там уже сидел, ну, опять же, несколько версий, есть версия, что три недели он сидел, 21 день, есть версия, что семь дней он сидел, то есть несколько версий, но какое-то время он там сидел, погружался в медитацию, там несколько у него этапов погружения было, тогда к нему пришел Мара, всеми известный, может быть, не всем известный, но многим известным, известный существо такое, которое начал его разводить, так сказать, во-первых, он ему начал предлагать, ну, все, пытался все свои уловки предложить ему на вкус, но Будда отказался от всего, то есть он не захотел ни царствовать, не захотел ни бросать, тем более, уже этот путь, а отмел все это, Мара тогда, там тогда дочки его пришли, страсти, жажда, алчность, но он их тоже не послушал, так сказать, и погрузился настолько, что понял те величины, которые дошли и до нас, то есть он увидел, во-первых, все свои жизни, представьте, человек все свои воплощения увидел, одномоментно практически узнал, не просто увидел, он их осознал, и он, вот эта вся цепочка, эта вся мозаика, она сложилась, то есть вот все, мироздание, оно просто сложилось так, как оно есть на самом деле, и вот в этой связи хочу порекомендовать слушателям, им возможно вам почитать несколько джаток, есть такие писания интересные, джатоки называются, они чем хороши, тем, что просто читаются, они в форме сказки, такой басни излагаются, и очень интересно их читать, это история из прошлых жизней Будды, то есть когда он еще не был Буддой, но вот двигался этим путем, когда он был Буддхисатвой, и вот как раз в этих писаниях очень хорошо можно отследить закон кармы, как работает, то есть там прям четко описывается, вот делал то, 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 потом получал то, 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 то есть очень такие мудрые писания рекомендую. Вот дерево, там, конечно же, еще был момент такой интересный, который тоже, наверное, стоит сказать, после того, как он уже обрел просветление, Будда задумался, то есть он не знал еще пока, что с ним делать, то есть вот, хоть он и увидел все, но он не знал, что с ним делать, либо уходить с этой планеты, либо оставаться и передавать эти знания, вот у него были сомнения, и тогда спустился, по-моему, Брахма спустился, или нет, тогда спустились все Будды, все Будды, там, с десяти сторон света, когда описывается сутри лотоса, они спустились и сказали, что ты должен все-таки распространять знания, вот об этом, ну, и он остался уже двигаться дальше, но это, что касается вот такого боевого этапа. Еще один пунктик, очень важный нашего, так сказать, путешествия, это знаменитая гора Гритхаракута, но она знаменитая в узких кругах, к сожалению, а может быть, и к счастью, гора Гритхаракута, пик коршуна, называется, гора священного орла, у нее много разных названий, она находится недалеко от города Бадгайи, рядом с городом Раджгир, сейчас он называется, раньше он назывался Раджагриха, царство было огромное, Магадха, город Раджагриха, и там правил царь один, Бимбисара, тоже с такой тяжелой судьбой, у него потом в итоге этого, извините, первый царь, который стал меценатом для Будды, то есть это первый царь, который услышал о нем и пошел, предложил ему помощь в плане организации быта для его санхи, потому что тогда уже начала образовываться община вокруг Будды, то есть последователи собираться, а жить им негде было, они просто жили, переходя от одного города, поселения, к другому поселению, питались то, что им дают и учили еще в меру своих возможностей. Так вот, Бимбисара выделил им огромную рощу, там вот прямо в трех или пяти километрах от города есть Венува, она называется Бамбуковая роща, и там они уже на сезон дождей могли оставаться, то есть такой первый меценат. Но вообще царь с тяжелой судьбой, его сын Аджаташатру в итоге убил, можно сказать, хотя царь об этом знал, но из-за того, что он понял тоже определенные величины после того, как пообщался с Буддой, он решил все оставить так, как оно должно быть. Вот такой был мудрый правитель, но вот с такой тяжелой судьбой. И вот гора Гритхаракута, на ней произошли несколько очень важных событий. В среде Тхировады, в традиции Тхировады, это считается Малая Колесница, хотя они сами название Малая Колесница не признают, и для них это обидчиво очень, ну, можно понять их тоже. Так вот, в этой традиции не признается то, что произошло на горе Гритхаракута. Там произошли события непосредственно связанные с Махаянской традицией, то есть традицией Великой Большой Колесницы. Первое, то, что Будда там произнес, второе, вторую выполнил поворот Колеса Учения, произнес Праджни Парамиту Сутра о том, что о пустоте, в общем, Сутра о пустоте, что в принципе все, все пустота вокруг, мы сами есть пустота, по большому счету. Но она такая, она небольшая Сутра, но достаточно такая, замудренная. А второе очень важное событие там произошло, это чтение Сутры Лотоса, благого закона, или как она на санскрите называется, Садхарма Пундарика Сутра. Вот тоже, когда я вот с этой Сутрой столкнулся достаточно давно, наверное, лет шесть назад, но несколько лет мне это совершенно ни о чем не говорить. Открывалось, да? Вообще никак, ни разу. Причем я ни разу слышу, что ее позитивно и начитать, на диктофон, слушать, и вообще как-то читать. Я ее пробовал раза три или четыре открывать, в ретрит из собой брал, но эмоций не было вообще. Но вот в 2014 году она, так сказать, во славу... Включилась. Включилась, да, ее включили, точнее, даже для меня, скорее всего. Получилось ее начитать на диктофон, и я ее слушаю постоянно. Поэтому и постоянно что-то новое узнаешь. Так вот, суть этого писания в том, вот в ней он, в принципе, изложил такие параметры, почему они еще отвергаются большинством последователей. Ну, большинством, я имею в виду тем, кто традиции в Хераваде и большинство, но вот почему они отвергаются, потому что там он сказал, что, друзья, то, чему я вас учил 40 лет, а он учил вот всему этому около 40 лет, это все начальный класс практически. То есть там, причем он это говорил своим ученикам, а ученики его это невероятных способностей люди были. То есть это архаты просветленные, они еще называются душа, достойная пожертвований, это люди с мистическими способностями, они могли летать, они могли летать на другие планеты, они у его ученика Ананды, который был его диктофоном, то есть человек несколько лет ходил с ним и все запоминал, то, что он говорил, и потом уже, после того, как Будда ушел в Пайнирвану, там собрался или первый, или второй буддийский собор, причем такая есть интересная штука, они собрались, там 300 или сколько-то, несколько сотен человек в дупле дерева, то есть вот представляете, мистические способности людей, которые могли пространство внутри дерева расширить настолько, чтобы собрать туда несколько сотен человек, ну, чтобы им никто не мешал просто, вот и все. Да и деревья были другие, вы знаете, я вот тоже об этом думаю, что на самом деле не все так просто. Согласен, да, есть такая статья, на самом деле, сейчас по интернету российскому, по крайней мере, ходит, что на земле лесов нету, и вот в Америке с эквойи вот те же есть ведь, правильно, им там несколько, сколько им, тысяч лет считаешь? Ну, есть, да, вот я видела дерево, которое там два с половиной тысячи лет, да, считается. То есть размеры невероятные. Да, это поражает воображение, действительно имеет смысл посещать такие места, потому что ты понимаешь, что ты, насколько ты мелок и жалок по сравнению с этим гигантом. Я с вами согласна. Есть даже такое мнение, ну так, отвлечемся немного, что очень много гор, так называемых, в данной, сейчас на земле, это пеньки от таких деревьев. То есть они просто из углеродного состояния там в кремнии перешли и просто вот так вот они оплачились и стали горами. Ну, там много разных сейчас историй разных ходит, баек и не баек, трудно разобраться. Вы меня прям с языка сняли, потому что я тоже слышала, у нас здесь есть такое сакральное место, гора Шаст, и там как раз тоже есть такое мнение, что это дерево, на самом деле, древнее. Там портал, так что да, мы немножко отвлеклись действительно от темы. Деревья вообще это мощная штука, не просто так есть практики, которые именно рекомендуют представлять дерево пути, есть такое выражение дерево пути, поэтому и бадгая это тоже дерево. Считается вот, что под тем деревом, ну или рядом с тем деревом, которое сейчас, точнее не рядом с тем деревом, а на том месте, где сейчас произрастает это дерево, огромное, раскидистый, у него ветви в стороны расходятся очень так серьезно, и у него подпорки такие железные стоят, чтобы веткам помочь немного не ломаться. Так вот, считается, что на том месте все Будды, которые приходили на эту планету и которые еще придут, в частности, вот есть такое мнение, что следующий через 6, по-моему, миллиардов с лишним миллионов лет придет Будды Майдне, по крайней мере, или 4 миллиарда, ну в общем, какая-то баснословная цифра называется. Так вот, на том же месте обретет просветление. Именно вот как раз, ну не под этим же деревом, но под его там пра-пра-пра-пра, потому что то дерево, которое сейчас там растет, это тоже не оно, это тоже пра-пра-пра-правнук того дерева. Под которым уже Будда набрел просветление, потому что несколько раз его уничтожали стихийные бедствия, там ветер несколько раз, царь один, Ашока, тоже пытался его разрушить, точнее, жена царя Ашоки, она пыталась его сжечь, но там, опять же, мистика вокруг дерева образовалась, и тогда они поняли определенные величины, что не надо с ним связываться, но то, что сейчас там растет, это считается привезенный росток со Шри-Ланки, то есть там сохранился именно непосредственно самого, так сказать, предок того дерева, и вот сейчас там, но оно огромное, но ему сколько, лет 200, по-моему, что-то около того. все равно большой размер человеческой жизни, действительно, это все равно все много. Так вот, возвращаясь к горе, говорит, Харакута, с утра Лотоса, и там он сказал, друзья, то, чем вы занимались 40 лет, то, чему я вас учил 40 лет, это лишь начальная стадия. Я никогда не ухожу, никогда не умираю, я пребываю в мире вечно и не исчезаю, то есть вот так в сутре Лотоса и написано. И также он сказал, что нирвана это лишь один из этапов. Потом все равно надо будет возвращаться и отдавать те долги, которые были накоплены многими-многими жизнями. То есть, представляете, человек рождается, у него есть мама, папа, бабушки, дедушки, те, кто ему обучает его, еще какие-то ему дают возможности к развитию. и долги-то накапливаются, их надо как-то отдавать. Так вот, он там сказал, что я никуда не ухожу, я всегда, в принципе, с вами, и всем вам тоже, скорее всего, предстоит возвращаться. И нирвана это лишь один из этапов, так называемой, санаторий, в котором человек, тоже достигший определенных, очень сильных результатов, но это не выход. Там заканчивается энергия, и они возвращаются уже обратно на путь бодхисаттвы встают. Есть такое понятие, путь бодхисаттвы, путь служения, постоянного служения, жизнь не для себя. И вот это, конечно же, повергло, во-первых, в шок, то есть, там собрание происходило, там было очень много людей, богов, демоны прилетели, там описываются наги, то есть, есть такие существа, которые считаются либо в горах живут, либо под водой живут, наги. Ну, змеи по-русски. Да, змеи, соответственно, такие змееподобные, можно сказать. Пусть кого там только не было на этом собрании, причем там пространство тоже расширили настолько, чтобы вот они смогли все прилететь. Считается, что до сих пор вокруг горы, вокруг этой, делают обход ну, так сказать, кору, делают вот существа, которые прилетели тогда на поклон к Будде, когда он читал эту сутру. До сих пор ходят. Да, вот в тонком мире, там в определенных параллельных реальностях. Слушайте, ну это же энергетически вообще страшная штука на самом деле, потому что однозначно должны какие-то трансформации происходить после визита в такие места. Я, хотя очень большой материалист и скептик, но я понимаю, что вот это случается, и это вообще просто все вот рядом, когда ты приезжаешь, то, наверное, чувство, ощущение, какие-то крышу сносят. Нет, не сносят. Если бы у всех сносила крыша, вряд ли мы бы возили туда людей. Ну, я в хорошем смысле этого слова. Я в том смысле, что как раз люди настраиваются на изменения, они вообще сознают свое предназначение. То есть это же, наверное, это основная цель, да, почему вы туда ездите? Для того, чтобы люди как-то что-то поняли, да? То есть ты хотя бы какую-то частичку просветления получили. Хотя бы про себя что-то поняли. сказать, то я туда езжу, потому что, а как еще? Ну вот, я не придумывал этого, вот честно. У меня так проявилось все, что вот, ну, надо ехать. Вот. Собирается группа. Поэтому, ну, значит, надо, значит, это необходимо кому-то. Конечно же, хочется помочь тоже людям. И сам восстанавливаться едешь, что уж, как говорится, греха таить и скрывать. Потому что за год накопилось очень много всего. И в таких местах, конечно же, есть возможность немножко переработать энергию, накопленную за год. Я имею в виду постоянных семинаров и прочего. А практика там другая? Вот именно как с точки зрения йоги? То есть там как-то оно все по-другому происходит? По-разному. Для преподавателей там одна практика, для ребят там другая практика. Вот я в самом начале сказал, что были опыты, когда люди в медитацию входили просто вот сразу. Вот они сели в пещере на той горе Грехакута, там еще есть несколько пещер. Вот считается, что там ученики его самые близкие практиковали. Вот они сели в эту пещеру, сразу улетели на несколько часов. То есть там ни ноги не болели, хотя никогда опыт в медитациях у них не был. А вот они сели, улетели, по-хорошему улетели, ничего серьезного, как говорится, все нормально у них, потом возвратились. Но получали определенные опыты, вспоминали свои прошлые жизни. Они сами рассказывали, это не выдумки, не придумки. Места действительно очень серьезные, очень сильные, интересные. И сколько событий там происходило, это тоже воодушевляет до некоторой степени. Вопросы еще есть какой-то у нас? Ну, не, вопросов, конечно, очень много, и я, честно сказать, у меня просто такой разрыв сознания происходит, потому что это все, я понимаю, когда начинаешь рассказывать и говорить про какие-то священные места, ведь в любой традиции духовной, я не хочу сказать религиозной, именно духовной традиции, невероятно важно посещать вот святые места. Это просто именно для того, чтобы наш, произошло переосмысление духовного опыта. И вот мне кажется, мы сейчас, собственно, и йога, наверное, она об этом. Вот мне так хочется какой-то такой резюме, да, подвести к нашей программе, потому что, конечно, каждое место, и не только вот эти вот четыре места, про которые мы сегодня говорили в Индии и в Непале есть связанные с Будой, есть другие места, тоже не менее сильные, очень важные, но тем не менее, почему вот, я говорю, что вот это вот, когда мы приезжаем в такие места, которые связаны такой историей, то для нас открываются, ну, новые горизонты, скажем, да, наверное, вся практика йоги, да, вот об этом, я, собственно, вот хотела что добавить. Да, до некоторой степени так и есть, просто представьте, что вот мы уже с вами говорили, что каждый человек попадает в то место, которое, в котором он, в принципе, скорее всего, уже был, это его место, и там он занимался уже практиками какими-то, самосовершенствованием, или чем, какими-то духовными практиками, и как раз вот это возвращение, это не просто поездка, там, куда-то, паломничество, это возвращение к себе, это путь к себе, на самом деле, то есть человек пытается найти связь, коннект, создать с тем я, с которым, которым мы по большому счету и являемся, и вот эти места, посещение таких мест, они как раз дают возможность вот наладить вот эту связь с самим собой, то есть погрузиться поглубже, потому что тоже випассана, и вот это, это все перекликается, основная задача, это вот выйти на себя, узнать себя, кто мне нравится, что мне делать, и посещение таких мест, оно дает, конечно же, возможность, мотивацию, вдохновение, энергию, и у каждого эти места свои, это нормально, у нас в Ярославской области тоже места, ну, достаточно серьезные места, люди приезжают, и говорят, зачем там куда-то ехать, если есть вот, в Ярославской области у вас места, где мантра звучит практически постоянно имеется в виду на тонком плане, то есть люди ходят и слышат мантру Ом постоянно, потому что она там и поется, вибрация сохраняется, и это важно до некоторой степени, надеюсь, вот мне в следующем году в августе удастся попасть на Тибет, на Кайлаш, то есть тоже с клубом, я еще там не был, но я знаю, что я там был, в этом воплощении не был, но я знаю, что я там был, и просто ждал отшивы, отшивы... Благословительное разрешение. ...весточку, и вроде я ее получил, посмотрим. Спасибо огромное, Роман, очень интересно, я даже, знаете, я всегда стараюсь в таком более легком каком-то ключе проводить программы, ну, потому что не все люди подготовлены, да, и может быть, наша задача просветительская, у нас нету задачи погружаться глубоко, ну, в рамках нашей программы, я имею в виду, но сегодня я реально, мне так хотелось вас слушать, и вообще даже больше еще внимательней, да, и более глубоко, поэтому я даже вот старалась не разговаривать, а молчать, да, молчи, женщина, в общем, правильно это может быть. Я вам искренне желаю прекрасной поездки, да, вот через несколько дней, чтобы ваш тур был каким-нибудь совершенно невероятным и очень запоминающимся, я надеюсь, мы с вами еще встретимся обязательно, потому что мне очень приятно с вами беседовать, и это невероятный опыт, действительно, мурашки идут по коже, когда такие вещи слушаешь, вот, спасибо большое, мы сегодня разговаривали о местах Будды в Индии, с нами был Роман Косарев, преподаватель клуба ОМ, да, вот, спасибо вам огромное, до новых встреч, счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова